Вы уже озвучили, я скажу несколько слов на те результаты конференции, которые мне посчастливилось принять участие и осветить некоторые темы, которые там поднимались, а также фактически уже сделан некий обзор, что произошло по этим темам в законодательстве, как и в Украине в течение фактически уже года. Итак, части моего выступления это глобальные тенденции в производстве и государственном регулировании продуктов для здорового питания. Последние новости законодательства Европейского союза в этой сфере и ситуация в Украине относительно регулирования, государственного регулирования в сфере производства продуктов. пищевых продуктов для здорового питания. На этой конференции было представлено 50 презентаций, фактически со всего мира. И основные объекты этих презентаций это пищевые продукты, ингредиенты, которые сейчас относят к другому типу продуктов питания. То есть их называют отличными, а добычными. Какие, я еще раз подчеркиваю, остальные предметы внимания этой конференции. Так называемые заявления про питательную ценность продуктов питания и их полезность для здоровья. Это предмет особенного внимания этой конференции. Процентов 30 адекватов в той или иной степени были посвящены именно вопросам маркероводки необычных вот таких продуктов питания. И связаны, естественно, с ними заявления про пользу тех или иных продуктов питания для здоровья человека. Следующий блок вопросам был посвящен диетическим добавкам. И последнее, это объекты, которые призваны улучшить или, точнее, обеспечить здоровое состояние организма человека. Некий футуристический прогноз, мой прогноз, который основан на тех выступлениях, которые я услышал и не только. В принципе, мы можем говорить о том, что где-то в 50-м годах этого века продолжительность жизни человека может быть увеличена на 10-20 лет, как минимум. Почему? Или благодаря чему? Тут, в принципе, указано, на мой взгляд, три основных направления достижения этой цели. Первое – это ранняя диагностика, естественно, заболеваний, клонирование или выращивание новых органов. И это использование новейших процедур лечения. И, конечно, тут особенную, или самую существенную роль должны сыграть нанотехнологии. То есть мы можем говорить о том, что фактически будет ранняя диагностика внутри организма с помощью нанороботов. И такое же лечение организма с помощью тех же нанороботов. другого типа нанороботов. То есть идет речь о том, что, грубо говоря, у нас будут в организме жить очень маленькие роботы, которые будут как диагностировать, так и лечить. Это сказки, может быть, сейчас. Но технически это, в принципе, решабельная задача. И через 30-40 это может быть и больше даже, насколько быстро развивается в науке. Естественно, второй фактор – это увеличение количества людей, которые придерживаются здорового способа жизни. Это, как и очевидно, это естественно. И третий фактор, который связан непосредственно с продуктами питания – это, во-первых, достаточное количество и доступное за ценой это те продукты питания, которые позволяют поддерживать организм человека в здоровом состоянии. И опять же, тут вопросы нанотехнологий. И сейчас очень много, большое количество литературы в Европе посвящено именно вопросам использования нанотехнологий в пищевой продуктах. Несколько примеров могу привести. С помощью нанотехнологий можно каждый продукт отслеживать с точки зрения его состояния или пригодности к питанию. То есть, если есть, уже сейчас фактически есть коммерчески используемые индикаторы, которые прикреплены на упаковке и фактически указывают на ток, является питанием пригодным для здоровья или нет. Один из примеров. Другой пример очень важный – это донос тех элитных питательных веществ в организме человека именно к тем органам, которые требуют эти элементы или вещества. То есть, это все может быть достигнуто именно с помощью нанотехнологий. Такой простой вопрос, для чего вообще необходим продукт питания человека. Было очень интересное европейское исследование, которое, в принципе, ответило на двумя очевидными фразами. Первое – это удовлетворение физиологических потребностей человека. И второе – потребление удовлетворения, причем как можно быстрее, эмоциональных потребностей человека. Как мы с этим печь телевизором, и там может быть кисленького, сладенького, хочется, если чего-нибудь. И это надо сделать ежесекундно, грубо говоря, прямо сейчас. И опять, мои любимые нанотехнологии позволяют говорить о том, что в ближайшее время это возможно, особенно касательно напитков. Например, в этом же исследовании Европейского Союза говорится, или точнее рисуется такая туристическая картинка, которая практически даже может быть реализована сейчас, но она, к сожалению, очень дорога. Пока это не может быть коммерческим проектом. Тем не менее, они рисуют следующую ситуацию. Утром человек встал, пошел в туалетную комнату. Выходя из туалетной комнаты, он получил носитель информации, в котором указано состояние организма человека по основным его характеристикам. Далее он пошел в магазин. В магазине он, этот же носитель информации, или обменялся там сервером магазина, и тот ему предложил те продукты питания, которые наиболее полно подходят к его организму на данный момент, на сегодня. Плюс он еще сделал выбор, исходя из своих эмоциональных потребностей. Ну, например, он взял бутылочку какой-то жидкости, в которой заложено сразу, например, 25 видов пива, что сейчас технологически уже почти возможно. Придя домой, он берет эту бутылочку, вставляет в устройство типа микроволновки, и в зависимости от его желания, получает темное, светлое пиво с высокой и низкой пенкой и так далее. В принципе, многое то, что я сейчас говорю, опять же повторяюсь, это технически уже почти реализованно, только очень дорого. Вопрос только в день. Теперь по поводу терминов, которые используются у нас в Украине и в законодательстве, в первую очередь, относительно продуктов питания, отличных от обычных. Диетические добавки, понятно, хотя, на мой взгляд, даже термин не совсем соответствует тому, что принят в том же Европейском Союзе. В английском это звучит как food supplements, а, на мой взгляд, более корректно перевести, как пищевые дополнители. Дальше. Функциональные продукты у нас, такой термин используется в нашем законодательстве, но его вы нигде не найдете в законодательстве ни Европейского Союза, ни других развитых стран. Нет такого, если диетические добавки, я привел пример, и английский вариант этого перевода, то я встречал именно в законодательных актах, в статьях, это часто действительно научно встречается, но в законодательных актах Европейского Союза функциональный, или в английском это functional food, но не видел где. И также в нашем законодательстве используется термин, харчевые продукты для специального для личного сухожего баня. Достаточно широкий термин. Опять же, в Европейском Союзе такое понятие использовалось, но вот следующие слайды говорят о том, что ситуация меняется относительно вообще понимания этого термина. Итак, недавно совсем, 12 июня прошлого года, Европейский Союз принял регламент, который имеет номер 609-2013. У него длинное название, вот тут оно приведено, украинскую новую. Ну, в принципе, смысл этого документа, это регулирование фактически, ну, 4 или 3, как это считать можно по-разному, типов пищевых продуктов, отличных от обычных. То есть речь идет о детском питании, причем они четко разделяют питание до 1 года и от 2 до 3 лет. И дальше идет продукты для специальных медицинских целей. И последняя категория – это продукты питания. Вот тут такой перевод, который может многие не согласятся, но я могу по поводу этого поспорить немножко. Но тем не менее. Называется «Продукты питания для полной замены рациона питания с целью управления весом человека». Вот так это можно назвать, переводясь на английский язык. Кроме этого, регламент еще упоминает продукты питания для спортсменов. То есть это отдельная категория, и Европейской комиссии дается, по-моему, время до конца 2015 года для того, чтобы сделать дополнительные исследования и решить, вообще необходимо ли государству регулировать эти продукты питания. Или же не имеет смысла. Ну и данного поручения, если все-таки будет принято решение о том, что имеет смысл, подготовить соответствующий проект регламент. Еще несколько слов об этом регламенте. Очень важно, что в преамбуле этого документа указано, что Европейский Союз пришел к выводу, что использовать вообще термин «продукты питания для специального и физического потребления» некорректно. И тут очень много там написано по этому поводу. И они говорят, что реально, все-таки же, и корректно государству заниматься вот этими видами необычных продуктов питания, про которые я уже говорил. То есть детское питание, питание для специальных медицинских целей и для улучшения массы организма, для улучшения массовой организма. И тут еще, в принципе, можно много говорить по этому регламенту. Достаточно интересен. Я могу только обратить внимание на то, что в Европейском Союзе, в случае от Украины, да и других постсоветских стран, не используются такие процедуры, как регистрация, например, специальных продуктов. Хотя у них есть для детского питания процедура уведомления, которая говорит о том, что производитель, перед тем, как начать производить, например, продукты детского питания, должен уведомить соответствующий орган, контролирующий свои стороны, и послать в него этикетку этого детского продукта питания. Все. У нас, вы знаете, достаточно сложные процедуры регистрации всех этих продуктов питания, экспертизы и так далее. Вот, в принципе, вы можете ощутить. Но при этом Евросоюз пишет, что они считают, что даже такая процедура почему-то является активностью, как другая, в принципе, в Украине. Ну, можно еще говорить о том, что в этом регламенте определены перечни веществ, которые можно добавлять уже указанные специальные или необычные продукты питания. Там большая табличка, которая указывается на то, что Еврокомиссия должна принять решение по каждому конкретному указанному там вещества, а его ПДК о критериях чистоты этого, ну, например, любой витамин, там должен быть указана его допустимая концентрация в продукте, и либо там потребление на массу тела организма, особенно это касается детей, да, и должны быть указаны критерии чистоты для этих веществ. Ну, это в будущем, то есть это еще подозревает то, что Еврокомиссия будет принимать ряд документов, которые закроют это законодательное поле, если так можно сказать. Очень интересный термин, ну, на мой взгляд, да, относительно специальных пищевых продуктов для специальных медицинских целей. Вот оно такое длинное большое определение, но, собственно, говорится о том, что это тот продукт, который специально разработан для того, или, точнее, для тех людей, которые не могут ограничиваться обычными продуктами питания. И это должно, и его употребление должно осуществляться только под наблюдением врача. Вот, собственно, у нас подобного определения в законодательстве нет, и мне кажется, его имеется в виду в использовании. К сожалению, мы на данный момент можем говорить о том, что у нас вообще-то пищевое законодательство имеет крайне низкий уровень адаптации с европейским, а вот в части таких необычных продуктов ситуация на выберет еще путь. Вот, поэтому тут очень много работы над тем, чтобы перевести наше законодательство с европейским и русским на приемные уровни. Еще одно такое наблюдение относительно законодательства. Чем большее количество разных разрешительных документов использует государство, неважно, это Украина, Россия или Япония, тем как правило это говорит о том, что качество этого законодательства находится прямо противоположной зависимости от количества этих документов. То есть государство с развитой экономикой и развитой системой государственного управления всегда делает или устанавливает общие подходы, в том числе и к пищевым продуктам, и не требует каких-то дополнительных разрешительных документов или разрешительных процедур. Если же все-таки оно устанавливает такие требования, это говорит о том, что государство просто не в состоянии придумать адекватное требование к этим продуктам. Вот простой пример, это то, что Европейский Союз до сих пор не мог сделать корректное, на мой взгляд, требование к так называемому «новому футу», по-английски это звучит, по-русски это можно назвать, «новейшие продукты». Они достаточно долго пытаются урегулировать эту сферу, но пока плохо это получается, и в результате они сейчас требуют, чтобы каждый продукт, который можно назвать «новейшим», проходил дополнительную экспертизу, дополнительное согласование, для того чтобы убедиться в том, что это все-таки продукт безопасный, вместо того, чтобы сразу изначально определить требования безопасности к этому продукту. Теперь вопрос, что делать, как всегда. Это несколько направлений касательно только вот этих необычных продуктов питания. В первую очередь начнем с того, что не надо делать. Вот у нас появилось недавно восстановление, 13-го года, по-767 вы видите на экране, его название. Вот это как раз пример того, чего не надо было делать государству. Большинство положений это постановление, к сожалению, противоречит европейскому законодательству, начиная даже с самого предмета регулирования. Как я уже говорил, в Европейском Союзе в законодательстве не определенные требования по отнесению тех или иных продуктов к категории специальной, а тем более их регистрации. А у нас само даже постановление, предмет регулирования, это ничего нет в Европейском Союзе. Вот так вот работаем над адаптацией нашего законодательства. Дальше. Ну вот тут приведены фактически то, что я говорил, как бы предмет регулирования, и основные процедуры, которые используются в этом постановлении, и, к сожалению, или, я не знаю, сложно говорить, к сожалению, к счастью, но мы можем констатировать, что таких процедур, которые используются в этом постановлении, нет в законодательстве Европейской Союзе. Теперь несколько слов о том, что, на мой взгляд, мы имели смело сделать, чтобы все-таки мы двигались в сторону адаптации нашего законодательства к Европейскому. Очень важно все-таки начать хоть понемножку адаптировать наши законодательства в части вот этих заявлений про пищевые продукты. Это достаточно новая тема, как в Европе, так и вообще в мире. Мы помним случаи, когда одна известная компания утверждала, что за две недели потребления йогурта состояние организма резко улучшится, ну или почти улучшится, да, так далее. И, наверное, не все знают, что в США на эту компанию входили в суд и выиграли. То есть компания не смогла доказать, что это действительно имеет место выкидки, то есть что человек, средний там человек, потребляющий этот йогурт, в течение двух недель улучшил свое здоровье. Поэтому во многих странах мира задумались над объективностью таких заявлений. Поэтому вот политический Европейский Союз 2006 года начал реформу своего законодательства в части этой. То есть, возможно, тут как бы и многие говорят, коллеги из Европейского Союза, что тут произошли некие перегибы, связанные, наверное, с тем, что это была совершенно новая тема государственного регулирования. И тут, конечно, перегнули палку в другом плане. Заставили фактически всех производителей подавать на утверждение подобное заявление. Не установив каких-либо критерий, какие эти должны быть заявления, требования к их рассмотрению, требования к доказательной базе и так далее. Поэтому получилось то, что получилось. С 2006 года только в Европейском Союзе компании подали порядка 30 тысяч подобных заявлений. Ну, разного типа совершенно, но относящихся к продуктам питания. Оган по безопасности продуктов питания ЭФСО просто захлебнулся, пытаясь оценить эти все заявления. Он не смог, грубо говоря, переварить эту всю информацию. Были очень много жалоб на то, что те плохо работают. Но сейчас ситуация несколько улучшилась. На данный момент порядка двух тысяч, а может быть и больше уже заявлений официально утверждены. И тут очень было бы неплохо нам просто использовать тот колоссальный труд, который был проведен в Европейском Союзе, который стоил даже не сотни миллионов евро, для того, чтобы мы могли эти заявления все использовать здесь, в стране, потому что они уже научно подтверждены, что самое важное. То есть производителю всего лишь только надо дать возможность эти заявления использовать и потом проверить, насколько его продукт соответствует тому, что там написано. Потому что это несложно сделать, было бы желание. Пока желание, к сожалению, очень плохо получается. Опять же, касательно этих необычных продуктов питания, предложение все-таки оставить или подойти к нашему законодательству, точно так же, как сделали европейцы. На мой взгляд, они совершили массу ошибок, сделали выводы из них, и нам не использовать этот опыт, мы просто как бы хочу. И ставить именно такие предметы регулирования в части необычных продуктов питания, которые оставили европейцы. Кроме этого, у нас опять совершенно недавно вышел документ, который называется «Приказ МОЗ, он по 4-м пунктам указа в году» на 1114, вот со 12 месяца прошлого года. Опять же, как там, хотели лучше, а получилось, как всегда. То есть, на начальной стадии этот документ был разработан, он был хорошо организован с соответствующим регламентом Европейского Союза. Но потом получилось то, что получилось. Появились процедуры, которые вообще не свойственны законодательству. Развитых стран, в том числе Европейского Союза. И на мой взгляд, этот документ, когда он, не дай Боже, вступит в действие в таком виде, а это должно случиться через годы, полтора уже осталось, он создаст массу проблем производителям диетических дополнений. Поэтому уже сейчас надо говорить, и как можно быстрее его изменять, для того, чтобы создать нормальное законодательное поле. И в коем случае тут идет речь о каких-либо послаблениях производителями, и кто об этом не говорит, давайте просто адаптировать наше законодательство к европейскому. И все, как бы тоже в красном. Очень важно еще момент, который, на мой взгляд, в части вот этих, опять же, необычных продуктов питания, это государственное подтверждение перечень разрешенных питательных веществ, которые можно использовать в разных категориях пищевых продуктов с соответствующими критериями чистоты этих продуктов, подвислить на них. И, опять же, мы можем еще раз говорить о том, чтобы это сделать как можно быстрее, мы можем ссылаться на соответствующие перечень европейского союза. И, на мой взгляд, это самый простой метод адаптации. Главное, что он не запрещен ни одним законодательным банком европейскому. Только фрейм. И последний такой условий, который касается, скорее, тема для дискуссии. И дискуссия эта везде в мире идет, не только в нашей стране, чем для чего тоже отличается от лекарственного. Ну вот, все-таки, вы знаете, очень часто европейцы и сейчас идет большая дискуссия о том, чтобы все-таки сделать разграничение. И это разграничение необходимо во многих причинам. Первая причина – это вы разработали продукт N, неважно, как он там называется. Вам необходимо проходить все процедуры, связанные с получением всех документов, которые получаются при исследовании лекарственного препарата, или нет? Вот это главный вопрос. И этот вопрос, в принципе, можно решить с помощью нескольких факторов. То есть фактор первый. И вот тут он указан, что количество действующих веществ, в этом продукте, неважно, как он называется, и декларация производителя о том, что будет ли он лечить этот продукт или нет. Если нет, то этот продукт становится тем продуктом, который поддерживает ваш организм в здоровом состоянии. Следовательно, он не требует дополнительных процедур, и он выводится на рынок производителя так, как это делается в Европейске. Спасибо за внимание. Продолжение следует...